Да, и были чудесные два дня, сегодня еще они там, но наши вернулись сознательные на служение. Ну и мы обычно после конференции, они приезжают наполненные, особенно когда отдают, и мы, естественно, попросили их засвидетельствовать. Давайте поприветствуем нашу молодежь. Много нас стало? Я? Ну ладно, я начну, хорошо. Не люблю тримать. Так, мы были на конференции. Мы были на конференции. И это была необычная конференция. Потому что раньше мы ездили на конференцию в кругу своих верующих и просто наполнялись. А в этот раз там была большая группа неверующих людей. И в этот раз было необычно, и нужно, и мне очень необычно было, как все просто начали говорить о Боге и Иисусе. Потому что, как Стасия тоже говорила, что она представила, как бы это было для нас. Если бы мы были неверующими. И мне кажется, я бы испугалась. Но даже в первый вечер уже было ощутимо присутствие Бога. И даже в этот вечер вечером мы присутствуем на Бог. Вот, и молодежь была достаточно открытая. Молодежь Тебеха достаточно утворенна. И очень было прикольно, что никто не знал, как... Ну и наша команда не знала, что будем делать. И даже не знаю, как мы к вашим правилам. И была импровизация, которая удалась на успех. И имахнула успешную импровизацию. И даже Светлана Спивакова, которая проводила женскую встречу, ну, для девочек. И Светлана Спивакова, куэту проведущей коучисти. Она тоже не знала, что будет делать, но Дух Святой прям очень хорошо повел всех. Честно, что не знаешь, как ваши правила, бачу Святой Дух не поведет в свечки-то. Вот. Ну и очень круто, что было столько молодежи, даже как-то и устали после этого. Много готи ночи бяха, много молодежи, убачивайся изморившими малку. Раньше мы всегда говорили, что еда была вкусная, но в этот раз неправда вкусно было. Приди венаги кассов, и чай храната беши вкусно, убачивши, то зебут няма закажем так. Вот. И мы поняли, как на самом деле питаются беженцы. Разбрагмы, как в сущности хранить беженцы детей. И еще... Потеряла мусуль. Значит, у нас был конкурс талантов. И вообще я мог бы конкурс на таланте. И оказалось, что были такие таланты, даже выступал один мальчик, который танцевал степ. И даже я мог бы такие вот таланты, но там вообще танцевал степ. Хотя по нему не скажешь, что он таким занимается. По нему не бы казались, если занималась такого нечто. Вот. И еще очень понравилась на женской встрече. И много мне понравилась женская встреча. Как вообще все вещи были очень нужны. И атмосфера была такая вот очень нежная, очень такая... И не грустная. Сказывая, хотя много нужны. И не веселые. И все, что не то там, больше не то тыжно, не то весело. Очень много такая интересная атмосфера. Да. И очень интересная вещь сказала Светлана, что мы вот женщины, девушки должны быть не эхом, а голосом. И Светлана сказала интересное нечто, что мы женщины не должны быть эхом, а голосом. Но когда мы пытаемся скопировать кого-то и повторять за кем-то другим, то мы становимся эхом, а не голосом. Когато се опитваме да копираме някого и да повторяме след някой, ние ставаме эхото, а не гласът. Вот. И что нужно найти свою уникальность и свой уникален голос. И что треба да намерим своя уникалность и свой уникален глас. Вот. Мне понравилась эта мысль очень сильно. На меня много мне хареса тази мисъл. Вот. Еще когда был конкурс талантов, ты подготовил одну песню. И когда беше конкурса на талантите, аз подготовил еще одна песня. Вот. А казалось, что там никто не смотрел фильм Ирония и Судьбы. Я просто взяла песню «Если у вас нету тети» И вставила туда имена наших служителей. Когда-нибудь вы узнаете эту песню. Я поюючу и чую тази песен. Вот. Ну, было очень смешно, потому что я не умею играть на гитаре. Я особо не пою, но я решила играть на гитаре и петь на временном. Ну, тут свиня на гитару, но время не тупею. Ваше решит, да гуна правильное время. Ну. Потому что мне показалось, что я со всеми близко познакомилась достаточно, чтобы это показать. Если ты узнаешь, что я познакомился достаточно, сосички за дугу покажут. Твоя речь. Ну. Это все. И твое. Конференция прошла очень классно. Конференция ми намного добре. Вчера вообще я почти не спала. Просто прострадала под простынкой. Просто страдала под простынкой. Чаршавра. Чаршавра. Простенька. Ставля. Чаршавра. И смотрю на девочек, они тоже подбрасывали. И видят, почему они все, что им он сам участвовал, не мог одеяло. Так и должно быть. Я смотрю, что значит, такая треба добудет. Я просто всю ночь страдала, как холодно. И целый ночь страдок, зато ты был еще супер студент. Как холодно. Много студентов. И в утро я поняла, что они просто проверили. Четыре просто не себя проверили, чей мог одеяло. Что есть одеяло. А я пожертвовала собой. А пожертвовала себе. Не разбудите. Тогда не собудем. Я тоже не проверила, если одеяло. И все, что не проверили. Кругли иму дело. Да, сама себя измучила. Измучив себе син. И на следующий день. На следующий день. Конечно, казалось, что вообще нет сил. И мог чувствовать, что не мог силы. Но Бог реально наполнял перед каждым нашим служением. Но преди всякое служение Бог много силно не исполнялся силите. И когда мы туда ехали, нам сказали, что это тяжелая молодежь. Готов путувах меня там. Казаха, что молодежите там са тежки. Что большинство из них в депрессии. Че повече от тях са в депрессия. В разочаровании, в агрессии какой-то. Агрессивнее. Но когда мы приехали, Бог просто настолько расположил сердца, их сердца к нам. И сердца-то им бяха толкова утворенникам нас. Что просто реально столько смеха мы давно не слышали. Только много смеха не смычивали у дам. У меня было очень весело. И они были настолько благодарны. Тебя ха толкова благодарни. Классно, и они нас все вышли провожать. И когда вчера заминавах, мы всички, всички-то излязуха, да не спрашивают. Вот так встали все вокруг. Ты собрала хакула к лапаней. И че-то один толкает, другие на хакула. Они не запрашивают, да будут кого-то, другие не пускаха кого-то. Короче, было весело. Вещь много весело. И я очень рада, что у нас новая поддержка в команде. И мы много с радованием, что имам новую поддержку в нашей экипе. Потому что мы известны тем, что у нас веселая команда. Мы известны, что мы веселая экипа. В Плоудисской церкви у них все по плану, все по расписанию. Все четко, под контролем, под надзором. В Плоудисской церкви у них все под контролем, все под планом. Мы всегда понижаем. Мы не ставим на импровизацию саму. И блин, Олег у него тоже дополнил своими шутками. Нашу команду выполнил нашу команду со своими шагами. Влад просто разорвал танцпол. Там просто никто такого никогда не видел. Влад много добре танцов, никто не видел такого танца. Просто картинка нашей церкви дополнилась максимально. И картинка, которая церкви-танец дополнила. Девочки очень классно нас поддержали в прославлении. И мы мечтали много удобрений, поддреживали в прославлении. Просто команда становится все более насыщенной и полноценной. И отбора не става все поносительна и поярка. Поэтому спасибо Богу за то, что нас поддержал. Что реально дал мудрости, как проведем службу. Что дал нам команду такую. Что не дал таков екип. Това е моята цели достойно. Ну да, значит, хорошо побывали там. Да, получается, что когда мы туда приехали, ребята были такие еще более-менее зажатые. И там, получается, организаторы, они очень часто призывали молодежи там выйти. И организаторы постоянно дырпаха хорта доизлезет, доустанут. Да, и я вот в первый раз вышел, чтобы показать пример, чтобы вот... Я спорю, я буду из лязух, да покажу пример, донеси, притеснял. Мне кажется, я уже... Ну, потом, впоследствии, я начал переусердствовать немного. То есть я выходил уже. И впоследствии все при старах. Да, и как-то странно было, потому что я выхожу, и как бы, ну, тут все украинцы и какой-то азиат. И больше странно, что тут украинцы, и сам у вас некий азиат. И как бы, этот канадский пастор мне спрашивает, а ты вообще, кто такой? А канадский пастор, пастор Мопита, ты из общего койси. Я говорю, я кореец. Я сказал, а сам куреец. Кореец немного похож по звучанию на украинец. А куреец звучит как-то украинец малку. Хотел сказать, что как бы ошибочка вышла. И из кэта кажучи, из лизы грешка. Ну ладно, да. Что еще хотел сказать? А, ну вообще, как бы, там был такой еще вопрос один, когда канадский пастор спросил, типа, есть ли кто-нибудь здесь, кто не принял Иисуса Христа? И пастору задали вопрос, им или не какой-то, какой-то не приял Иисус Христа? Поднимите руку. Взгините сироката. Я смотрю, никто не поднимает руку. Я с глядом чинюку не вдигал. Я подумал, ух ты, тут все христиане. Я все помню, если я хе-хе-хе, тугачки со христианами. Я такой думаю, ва, ну тогда можно особо так прям не париться. Не значит, может, они себя притесняют. И потом я уже понял, какие, ну, там, на самом деле христиане собрались. И след тува, вечера сбрах, как вы христиане всуше собрались. Потому что потом уже мы, ну, там, мы собрались в круг. Что-то след тува собрались в круг. И, получается, за нас молились. И симолиха за нас. Бастера. Басту ли ты. Ну, и сказали, поднимите руки вот так вверх. И казахов, дегнитесь, и рцете така на горе. Ну, я только стою, такой, с руками вверх. Я сведигнах, рцете, зланите на горе. И слева от меня там пацаны стоят. И вот для меня им умчается. И один подходит ко мне и говорит, а почему руки поднимать надо? За что требуется идти в рецепте? А я говорю, сейчас это благословить. А нет, нет, нет. К нему подходит пацаны, другой его друг. И одно другу умчает во плетях. Сзади, говорит, а она на тебя порчует сейчас, ну, вверх. А то я говорю, ты всегда, что ты ведешь, как бы, у рука. А я говорю, наоборот, наоборот. Я сказал, не, не, обратно. А он говорит, а что, я типа богачистан? И то оказывает, да, шестан или по богат? Я говорю, да, да, да. И он говорит, а ну ладно, тогда давай я тоже буду стоять. И получается, что стоим мы с руками вверх. И жена пастора проходит. Она у меня остановилась, начинает донуться. А парень слева, он что-то... И она начала завязывать шнурки. Ну и как бы, ну, пасторша, получается, она его пропустила и пошла дальше. И жена-то на пастора губудмина и утидина прядь. И он такой поднимается, типа смотрится. И подсмотрит на меня, говорит, ты у меня сейчас полу лям отжал. И ми Вика половин миллион с ними откраднулся. Да, но это как бы бодрствуйте. Така, что бодите бодри. Ну и в принципе, как бы все прошло очень хорошо. И в конце, когда мы прощались, один парень ко мне подошел. И говорит спасибо. А я говорю, раз что спасибо, я просто с вами тусовался. Ну, это тоже очень важно, уметь тусоваться с людьми. И твое много важное, да купонесвашь с хората. Потому что так ты становишься частью их группы. Така ставишь часть от группы. Ну, когда вот вместе с людьми веселишься, едешь за одним столом, то... В один момент становишься их частью. В один момент ставишь часть от тех. Вот так все. Это действительно была очень особенная конференция. Плана, истинно, больше много особенной конференции. Потому что у нас была возможность делиться Словом Божиим и говорить о Боге. Возможно, с Господнями за Божие это Слово и договорим за Бог. Потому что в этот раз действительно было очень много неверующих ребят. И это такая ответственность. Това беша отговорност. Но для меня удивительно, как Дух Святой просто касался и открывал сердца ребят вообще для нас и друг для друга. И обаче за мен беша учудова, что как свети от Дух докосваше сердцата и ги утварише за нас. Потому что на второй день казалось, что мы уже неделю вместе. За что на второй день не се струваше, че вече една седмица сме заедну. И что действительно мы так хорошо ладим и нам так весело и хорошо вместе. Что на истинно толково добре с приятелями и не толково добре заедну. Что нет какого-то ощущения, что вот мы только-только встретились. И я в какой-то момент заметила такую вещь. И в один момент заблязла одно нечто. Которое очень сильно порадовало мое сердце. В какой-то момент там в программе все так танцевали и веселились и могли петь и танцевать. В один момент всички толково се забавляваха танцуваха пяха заедно. Просто знаете как выбросить все свои эмоции. Просто се искалаха всички те эмоции. Что действительно как будто ничего плохого не случилось. Все хорошо. Ничто лошади не се случило и всичко и добре. И мы сейчас просто здесь можем наслаждаться жизнью. И не всегда сме заедну тук можем наслаждаться на живот. Смеяться. Да се смеем. Проявлять свои эмоции. Проявляемые эмоции. Выплескивать их. Такие скарбами. И действительно было очень круто наблюдать за тем, как вот эти подростки, эти ребята, которые действительно прошли тяжелые моменты и ситуации сейчас. Как тези тинейджери, които приминаха през много тежки ситуации. Могли просто открыться и выплеснуть все, что вот у них есть. Постраха просто да се утворят и да искарат всичко, което имаха. И это были не какие-то негативные эмоции, а они как бы вылились в хорошие, в позитивные, в веселые эмоции. И това не бяха някакви негативные эмоции, ами бяха само позитивни. И действительно любое мероприятие это люди. И наистина всякое мероприятие это у вас хора. И в очередной раз Бог сделал так, что и команда. И за параллельным пыдом Бог направит Акачи и экипот. И наша команда, и команда ребят с Пловдива. Наша экипот от Пловдив. И там каждый подросток, каждый человек, который был на этой конференции. Всякий молодежь, какой-то вечер на тазе конференции. Все так сложилось, что ну вот все прям такие классные, такие талантливые. Да, из-за этого было такое потрясающее ощущение единства. Поэтому это очередная конференция, когда мы могли приобрести новых друзей. Укрепить наши отношения. Да, это было очень здорово. Во-первых, хочу сказать спасибо ребятам, потому что если бы не они, я бы не оказалась там. Мы правда очень сблизились за эти два дня. Было очень классно, когда у нас были малые группы. Я бы еще много готи, но куда-то все разделилих меня на маленькой группе. Со Светланой Спиваковой. Со Светланой Спиваковой. Мы говорили про счастье. Говорилих мы за счастье эту. Это очень важно в данный момент. Твоя много важная сега. Также были очень крутые спикеры. И мы еще много готи не спикеры. Они приехали к нам с других стран. Те дуидоха при нас у других Державии. Это было очень приятно. Я бы еще много приятно. Они рассказывали свои свидетельства, как они пришли к Богу. Рассказывали свои свидетельства, как дуидоха при Господе. И я думаю неверующим подросткам это было тоже очень важно. И мысли, что за неверующими тинейджерами это было очень важно. Они были с нами на одной волне, хотя они немного нас старше. Бяха на една волна с нас, вопреки, че бяха по возрастни. Дэн очень классно зажигал. Дэн много готи, но... Вместе с Владом. С танцувавши заедно с Владом. Также у нас в комнате был кондиционер. И все, что таково, в сайте имах ми кондиционер. Поэтому мы не мерзли, как Аня. Мы догадались взять одеяло. Така че, не замрозных ми, как Аня. И с этих ми да извадим одеяло. У меня была мысль забрать у кого-то еще одеяло. Имах мислил да взема от някой другу одеяло. Но я поняла, что кому-то тоже холодно. У вас разбрах, че някой другу можешь все что-то морознить. Кормили не так уж и плохо. Храних они не толкова лоша всушность. Потому что мне есть с чем сравнить. Что ты имам с какого-то сравняла. Но это правда было лучше, чем у нас. Твоя большая полубрия от Кокута в наших утел. Вот, наверное, все. Это была наша такая первая конференция. И я тоже очень хочу поблагодарить ребят. И Бога за такую возможность за это место. И на Бога за то место, за тази возможностей. И эти несколько дней были действительно очень насыщены. И с особой топлэтном сферой. Я никогда такого раньше не ощущала. Поэтому мне очень понравилось. И я надеюсь, что еще раз когда-нибудь что-то такое будет подобное. Если надеял вам, че няк угощи ма нечто подобное. Вот, что еще сказать. Во время прославления, особенно, да, мне очень понравилось. И во время служения. Поэтому, несмотря на то, что мы устали как-то физически, эмоционально мы еще больше наполнились. Эмоционально много все наполнили. Вот, все. Ну, что я могу сказать? Как вы много докажете? Это... Звезда. Для меня это просто был настоящий оазис. Взамен твой большой истинский оазис. Ну, вообще было просто замечательное время. Вечно невероятное время. Замечательные ребята. Невероятный хор. Честно, я давно это вот искал. Мне этого не хватало очень. Ногу не миду стигаешь и такого нечто. Слава Богу, что Господь нас сюда привел. Слава Бога, че Господь не доведет. Туда нас привел. Че не доведет там. Спасибо всей этой команде. Благодарим на то, за экип. Что нас так приняли. С твачи не приехал так, а. Прям с распростертыми объятиями. Я прям очень счастлив. Просто перед этим у меня были какие-то немножко настроения. Было не очень. Чего-то не хватало. Нечто меня не достигало. Я понимал, что в моей жизни как-то Бога не хватало. Хотя вроде я, как и верующий с самого детства. Не достигаешь и Господь, вопреки честным верным, что детство. Такое чувство, что я снова покаялся. Почему? Чувствую, от новости покаялся. Ты шо, я просто такие эмоции получил. Такие эмоции получил. На всю жизнь просто. Зацел живот. Буду обязательно своим будущим детям рассказывать. Мне этот Дэн понравился. Я не думал, что он меня вообще заметит. А с ними слышишь, что из общей жизни до тебя не заметят. И плюс он вызывал, кто будет каким персонажем из Диснея. Не пи такой, как и в персонажей Диснея. И вот я был Тарзаном. Я сбег Тарзан. Продемонстрируй сейчас. Сигащий демонстрировать. Это было лучшее, что могло быть в моей жизни. Попешено, это в рот такой, это убегу голосу, звучит в мой живот. И как мы потом с этой Дашей, переводчицей, зажигали во всем. И как все два, все танцовываются с Дашей. Самой строкой. И этот ее муж Леонид, классный тоже человек. И мы же иммунитым много госен человек. Мы постоянно с ним вместе кушали в столовой. Все время за одним столом сидели. Заедина една масса. Ну и с каждым кормили нас там неплохо. И не хранила доста добрее. Лично у меня претензий нет. А с ним вам никакой претензий. Спали очень хорошо. Спах немного добрее. Я спал, как невинное дитя в кровати. Спах, как невинное дитя. Конечно же, я взял теплое одеяло, потому что было прохладно. И просто сезде их одеяло за что-то бешен студенечку. И прикол. Вот ребята спали по несколько человек в комнате, а я спал совсем один. И хорта спах, а поняку, куча века в стая, пока спах сам. Реально чувствовал себя, как король. И чувствовал, как украл. Такой. Это было просто классное, ценное время. Еще много ценное время. И зато вспомнил, как в дартс играть. И вспомнил, как да играю в дартс. Хоть потренировал свою меткость. Последний раз я играл в 12 лет где-то. Последний раз на 12 години. В общем, это было просто замечательное время. Ребята классные. А как мы прощались, это было просто вообще что-то с чем-то. Вроде и незнакомые люди. А так приняли нас, словно мы свои. Будто мы друг друга знаем с самого детства, как с одного двора. С каждым там пообнимались, все такое. Две девочки сказали, что я вообще краш. Да и у меня что-то казах, а сейчас он ногу красит. Они, по-моему, они там неверующие. Если сейчас неверующие, не знал. Мне почему-то казалось, что там вообще не было неверующих. То ли мысли, что из общего не было неверующих там? В общем, было все хорошо. Спасибо вам за это время. Спасибо большое. Благодаря. Ну да, было время очень классное. Так неожиданно получилось. И много не учаковано все получи. Как вообще поехать туда. Из общего туда утидем там. Мы вот неделю назад вообще сюда первый раз пришли. Не идут в метух, приди и на сейдмится саму. И нам Аня или Рома сказали, что есть два свободных места. Ну, и нас позвали. Я не ожидал, если честно, такого. Время там было очень классное. Мне понравилось. Время тут там было еще много вот, но много не хорется. Там, правда, в самом начале было все неверующие, можно сказать. В начале ты увидел, что все неверующие. А потом такая атмосфера пришла. Кстати, тут у тебя такая атмосфера. Ну, все принимали слово. Все принимали слово. Все хлопали, все поклонялись. Все пляскили, все поклонялись. И вот в последний вечер, во второй. И последний вечер. Как-то так расскажу за одну девочку, которая с нами общалась все это время. Все расскажешь за одну вечер, с какой-то субштовых метазит два дни. В первый вечер, когда протягивали руки. В первый вечер, кугатуси, протягах мерцетий. Пастора с разных стран молились за нас. Паспортил различные, державеси молиха за нас. Она рассказала, что одна женщина. И тебя рассказывает, что одна жена. Как бы, ну, она ее не знает. Тя не опузнала. И она в ее жизнь засвидетельствовала за одного человека. И тебя свидетельствовала за животность и за один человек. Как пророк. И после этого твоя умничество расплакала. Но она это скрыла. Это она рассказала мне с моим другом, которые в одной комнате жили. Это так интересно получалось. И только интересно все получи всичко. Что она описывала вот это чувство Духа Святого. Своими словами. Создумайтесь. И оно так естественно. Слова такие естественные. Не думайте, что я сам чуть не заплакал. Что я замаху до себя расплачу. Но я сдержался. Больше всех сдержал. Очень приятно было. Песни классные были. Я там прыгал. Я там прыгал. Тоже флясал. Танцую. И Влад там тоже. Мне кажется, нам потом ремонт придется там делать. Скоро лучше тряло направить ремонт там след нас. Очень классные ребята все были. Новый год с ней. Хора и машет там. Я забыл все слова, которые хотел сказать. Забравить всичку Гойтвиска. Но уже все остальные и так все сказали. Но устанавливать и Казаха всичку. Всем спасибо. Благодарю. Да, пришло и мое время говорить. И перед тем, как сказать, хочу, чтобы мы все вместе громкими аплодисментами поздравили нашего дорогого и любимого пастора Андрея с днем рождения. Наши пастора Андрея. Знай, что ты нам очень дорог, и мы тебя сильно любим. Сколько там? 18 сегодня? Да, действительно, время было очень крутым. Время тут еще много годину. Вообще, перед самой конференцией у нас и по определенным обстоятельствам стал вопрос, стоит ли ехать или нет. И прийти к конференции, это странно такая, че, если чуть их медали доходим или нет. Но Господь дал знак о том, что нам стоит ехать. Паче Господь даде знак, че не треба да уйти. И вот день отъезда. И приди-то заменим. Мы, я постановил сиденье, поставим вещи все. Установих сидалки те и все сложих миништата там. И у нас, помимо того, что с документами не все в порядке с машиной. И у свечи документы тянут не больше всего на ряду. У нас машина рассчитана на 7 человек. Клата и за 7 места. А мы в 9 ехали. Вот так. Как цыганская свинька. Да, на втором ряду девчонки в четвером вот так вот теснились. На втором ряду четвери мумичи-то. На последнем ряду на двух креслах сидели Стася, Влад и Олег. Влад вообще там, у него одна сторона на одной, на одном кресле, вторая сторона на втором кресле была. Ладно, и на тому стороне она, и на то седалка, друга-то на друга-то. И перед тем, когда все вещи загрузили, я смотрю, и у меня на машине потек антифриз. Просто я смотрю, там такая лужа, и я подрогал, понюхал, понял, что антифриз. Я помолился. Говорю, Господь, пускай твои ангелы несут эту машину, пускай эта поломка исправится. Вообще, Господь неоднократно с техникой мне помогал. У меня как-то стиралка дома, не хотела запускаться. Я помолился, и она заработала. И мы заехали на заправку, и думали, нет, мы едем. Я купил самую большую канистру антифриза. Думаю, будет, если будет вдруг вытекать, будем покупать и доливать. Хотя там неплохо вытекло, я эту канистру залил до максимума. И вот я не доливал до сих пор до максимума. Да, Господь просто взял, починил машину, и мы заехали. Да, как сказала Аня, у ребят с Пловдива, у них все должно быть по плану. И мы приехали, и нас спрашивают, вы подготовили игры? Потому что мы отвечали за такую развлекательную часть. И мы говорим, ну мы их взяли. А подготовить, говорю, ну импровизация. Потому что у нас нет плана действия, мы страшны в импровизации. И вот мы действительно нам сказали, что там ребята депрессивные, там все узлобленные. Но, не знаю, там такая была Божья благодать, такая счастье, радость. Что вот мы начали, вот мы позаселились, все. И начали играть в дартс. И там негде было устанавливать дартс. И я смотрю, смотрим, есть арка. Смотрю, есть швабра. И мы швабру устанавливаем, и там получается под... И за качих стирка-то, за качих вверху них дартс. Да, оно там держало равновесие, и мы играли в дартс. И в начале у нас было 8 человек. Где-то ребята еще стеснялись, не хотели играть. Минут через 15 у нас уже было около 30. Да, и я смотрю там, вот опять же импровизация, я смотрю, ребята как-то неохотно играют. Я забыла захочу без желания играть. И я такой, ребята, давайте, кто победит, получает сникерс. Дальше все так вошли во вкус, что мы разыграли и палку колбасы. И еще килограмм бананов. Да, вечером настольные игры тоже пошли на ура. Мне только мафия не понравилась. Что меня в первую ночь убрали, я не играл больше. Но было очень весело. Действительно, мы так со всеми подружились. Вечер талантов был просто на ура. Очень много ребят показали свои таланты. Ребята с Пловдива еще раз удивились нашей сообразительности и креативности. Потому что у них на пульте не было кабеля на телефон, чтобы музыку пускать. Но у нас в дороге была колонка. Звука было недостаточно. И Аня сообразила просто гениальную идею. Она поставила колонку. И вокруг два микрофона. И колонка давала звук микрофона. И с микрофона уходила на колонки. И колонка давала звук на микрофон. И потом зинача, немаше сил на музыку. И просто ребята подходили, видели эту конструкцию. И говорили, что это гениально. И действительно, настолько мы друг с другом подружились. Как будто реально мы там были минимум неделю. Я не могу сказать, что мы с Пашкой замерзли в одной комнате. Мы даже не знаем, есть ли у нас там кондиционеры или нет. А по поводу еды, просто разбаловали мы на молодежке. Было действительно круто. Но мы настолько подружились с ребятами. И только вас испределили их мы. Что когда прощались, один мальчик спрашивает. А нельзя ли делать двойное усыновление? А может ли доправим двое на усыновлям они? Потому что он хотел, чтобы мы с Аней его усыновили. Что-то рискахани и Саня дагу усыновим. И когда мы уезжали, действительно нас окружили полностью. В этом сиху мы заубикулих они. Такие начали стучать по окнам, как мы их спустили. После хадачук от полустоклата не спустных мы прозортили. Да, потому что мы до этого полчаса прощались. Под окнами отеля мы думали, на нас опять наорут. Просто над того, как мы веселые, нас неоднократно люди... Один раз мы смеялись в Лиде, когда покупали продукты на нас, там претензии кинули, почему мы так веселимся и смеемся. Сейчас в отеле, в ресторане то же самое. И тут вот нас толпа, 40 человек. И все нас провожают. И там крики, а уже было полдвенадцатого где-то. И еще один раз и половина не были. Но я думаю, кто-то может быть и выходил на балкон ругаться, но когда видел толпу молодых ребят... И Дух Святой им говорил, типа, не стоит. И действительно, вот я понял, мы когда пришли, там помещение, где проводилось служение, было подвально. И не было стульев. И ребята начали паниковать, типа, а, как нет стульев, как все будут сидеть. И мы смотрим, в углу стоят вот маты. И мы говорим, так давайте постелим и будем по-казахски сидеть на полу. И для них было вот непривычно. Как? Нет, можно стулья обязательно. И затягивали, как такая няма стулови. Я говорю, ребята, это молодежь. И будет только в кае. И вот мы постелили, и действительно, всем было только в удовольствие сидеть на полу. И постелих ми нафтишки даже им хареса достойт на полу. И в субботу я понял, почему было хорошо, что мы были в подвальном помещении. Потому что, когда вот была песня про славление, ребята пели вот это «О-о-о-о». Вот сегодня там сзади ребята прыгали, мы там с Лехой прыгали. А вот представьте, 40 человек. Представите, все четыре седушек. В один момент просто. Что если бы мы были где-то на первом, втором этаже, мы бы провалились вниз. И вот Влад там тоже зажигал очень сильно. Влад много добрее в сейскаре время. И я просто смотрю, он был спереди, как Влад танцует спереди. Я был посередине, я поворачиваюсь назад, а там девчонки наши из Пловдива, все там тоже повторяют уже за Владом. Да, ему настолько понравилось, что он даже ключи с отеля с собой забрал. Только мы в Хоресе, даже все ключи от этого отеля с Себиси. И все нас приглашают в Бургас, Пловдив служить. Потому что мы действительно, вот мы ехали, мы ехали поделиться с людьми вот этой радостью, счастьем и любовью. И я просто видел, как Господь наполнял наши сердца, чтобы мы могли просто отдавать. И не смотря вот на какую-то физическую усталость. И вопреки физическому умору. Потому что я до этого поехал после тренировок очень уставший. Что-то придет у тебя, у тебя след тренировка много времени. И там вот как прыгаешь, все там с играми. И почвами доскачиваем, доиграем. Но Господь просто давал мне силу. Но Господь просто мне давал шесть сил. На футбольный матч, хоп. У меня проблемное колено, но оно вообще не болело. Потом усилы резко закончились, на вечер талантов он опять дал силу. И так каждому. Вот вроде кажется, что нету сил. Но Господь так, надо послужить. И наполняет себя силами. Господь, где служение, тут и да, Василий, ты на полу. Поэтому было крутое время благословенное. Спасибо. Спасибо большое. Проходите в места. Слава Богу, что...